Сейчас с нами на связи Штефан Меллер, руководитель немецкой общественной организации DRA, специалист по Восточной Европе. Здравствуйте, рада вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Вы знаете, строили мы, Героям Слава, мы строили по-другому наш разговор. Ну, по крайней мере, готовились к нему по-другому. Но я бы хотел начать с слов господина Орбана, премьер-министра Венгрии. Виктор Орбан дал интервью немецкому изданию Tiches Einblick. Я, возможно, неправильно сейчас назвал. Я цитирую господину Орбана, с вашего позволения. Он, во-первых, заявил о том, что война в Украине и России приведет к окончанию эпохи доминирования западных стран. Первый месседж, второй. Цитата дальше. После окончания войны в Украине Европейский Союз будет слабее, чем до войны, в то время как другие страны и регионы выиграют. Во-первых, Запад не может выиграть войну в Украине военным путем. Во-вторых, санкции никак не дестабилизировали Россию. В-третьих, их ущерб для Европы огромен. В-четвертых, мир не выстроился за США и Украины. Орбан также заявил, что большая, большая часть мира не поддерживает США и Украину. Китайцы, индийцы, бразильцы, Южная Африка, арабский мир, Африка. Вполне возможно, что именно эта война положит конец господству Запада. Вы знаете, посмотрел погоду в Будапеште, 36 градусов, возможно, слишком жарко. Для господина Орбана в голову напекло человеку, поэтому выдает подобные месседжи. Но господин Орбан, чье государство с 2004 года, 1 мая, является членом Европейского Союза, не единожды показывает, что он, наверное, ближайший соратник после Александра Вучича, президента Сербии на Европейском континенте. Есть разница, Венгрия страна Европейского Союза, но почему-то господин Орбан позволяет себе делать подобные заявления, не боясь, возможно, ответственности, понесения ответственности за подобные выражения. Как вы считаете, какие действия Европейский Союз, уже кроме тех, которые были произведены в отношении Будапешта, это ограничение финансирования Венгрии по статьям Европейского Союза, какие действия по отношению непосредственно к Венгрии, благодаря премьер-министру этого государства, Европейский Союз и украинские партнеры могут произвести в дальнейшем? Ну, вы, конечно, попадаете, действительно, болезнь, точку, действительно, есть, да, вот этот внутренний конфликт, который действительно есть уже абсолютно не первый год между Орбаном, Венгрией, и Евросоюзом в целом, это он, на самом деле, немножко ослабливает, конечно, единство ЕС, но то, что в то же самое время происходит, это действительно противостояние ему и такого мнения, которое он исповедует. И, на самом деле, это тоже часть консолидации и стабилизации, что по поводу как раз Орбана Евросоюз находит себя заново и определяет свои же позиции, которые не согласны с ним. И поэтому есть вот этот уже дальше идущий конфликт с ним. К сожалению, это касается потом тоже всех Венгров, да, где почти половина людей с ним не согласны тоже. Это нужно понять, что там большой внутренний конфликт тоже во Вренге. И действительно, может быть и уже идет, что есть финансовые санкции тоже по отношению к Венгрии, но уже к стране, потому что, конечно, премьер-министр ее как-то представляет собой. Потому что, да, она отходит от европейских ценностей, от единого как бы канона наших ценностей. И это очень обидно. И я думаю, что в какой-то момент это тоже ему будет плохо с этим, потому что Венгрия не будет обычно торпеть. Вот все остальные там его тезисы насчет доминирования и так далее, мне кажется, здесь речь не идет о каком-то доминировании Запада над каком-то основным миром. Но прежде всего речь идет, опять-таки, о каком-то обществе мы себе представляем. Насколько она свободная, насколько она демократичная и насколько она суверенная по отношению к тем, которые действительно хотят доминировать. И вот те гости с доминированием мы видим, прежде всего, к сожалению, именно со стороны Кремля, со стороны российского руководства по отношению к Украине, которая как раз и пошла по демократическим пути и хотела не только свой совет защищать, что абсолютно нужно и правильно, но которая тоже именно хочет, чтобы граждане там считались. И что с гражданами считались. И там действительно есть свободные выборы, там есть смена власти, там есть тоже критика даже по отношению к собственной коррупции. И это очень все хорошие признаки, которые укрепляют, мне кажется, Украину внутри. И они как раз, возможно, и разряжают оба, я не знаю, но, по крайней мере, там есть намного больше шансов устоять. И там есть намного больше шансов тоже сближения вот с теми ценностями, которые в основном нас в Европейском Союзе обвиняют до сих пор. И, по-моему, пока, что называется, нерушимо. Европейский Союз объединился вокруг Украины в одной, собственно, цели, одном пути – защита украинского государства, защита украинской демократии, защита украинского будущего и независимости от путинской агрессии. Но такие политики, как Виктор Орбан, еще раз напомню нашим зрителям, в Венгрии члены Европейского Союза, они пытаются разрушить это единство, это сплочение вокруг одного государства, борющегося сейчас за свою независимость. Германия является одним из самых крупнейших игроков Европейского Союза, несмотря на попытки Эммануэля Макрона, президента Франции, брать лидерство на себя после отхода Ангела Меркель с поста канцлера Германии. Олаф Шольц – один из топ-политиков, топ-менеджеров Европы и Европейского Союза. Есть ли у Олафа Шольца, несмотря на в некотором смысле слабую политику поддержки в отношении Украины, долгие, долгие действия, долгие процессы, украинцам, наверное, хотелось бы быстрее, чтобы эти процессы шли. Есть ли у господина Шольца, у Германии, как гегемона европейской политики, инструменты влияния на таких политиков, как Виктор Орбан, на политику таких государств, как Венгрия, в аспекте сплочения всего Европейского Союза вокруг Украины? Ну, конечно, есть, потому что все эти бюджеты, особенно стран в Центральной и Восточной Европе, которые являются членами Евросоюза, они получают действительно большие субсидии от общего бюджета Евросоюза. И, конечно, это учтено в их бюджетах тоже, где они обещают там социальные программы, поддержка населения и так далее. Поэтому, если вдруг этих денег не будет, то, конечно, им тоже это, как бы, сочиняет проблемы, да? Просто внутренние конфликты в своих странах. Это тоже, на самом деле, касается Польши, где есть подобный конфликт, хотя еще они сто острые. И как раз от Польши мы видим, насколько сильна вот эта поддержка Украины. Мы очень рады этому. Я это очень поддерживаю. Я бы тоже хотел, чтобы, так сказать, путь канцлера Шольца, так сказать, учиться разобраться в новой ситуации, был бы немножко быстрее. Да, очень это желательно. Но дело, конечно, в том, что Евросоюз пока тоже обречен действительно найти единство, потому что многие процессы, новые процедуры, которые прописаны, многие правила, они как раз вводятся к тому, что они должны быть решены единогласно, да, то есть консенсусом. То есть, на самом деле, у каждой страны, у многих вопросов есть практически право в это. И время от времени, так сказать, такие товарищи, как Орбан, любят этим пользоваться, да, и себе что-то выторговать. И они, на самом деле, тогда пробуют, как бы, вот свой отход от внутренней демокрации, так сказать, все равно пробить, и деньги все равно получить, зато они там будут что-то по отношению, например, к Украине поддерживать. Это очень противные торги, и мы надеемся, что это не будет уже даже расти. Я бы, наверное, расширил нашу тему с вами обсуждения, не только на страны условного коллективного Запада, но и, к примеру, на Турцию. Напомню нашим зрителям, что 18 августа происходит встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Ржапа Тейпа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Российские СМИ, вообще СМИ, мировые СМИ, украинские СМИ, в том числе, говорят о том, что Эрдоган привез якобы какой-то месседж. Спасибо, коллеги. Вот как раз и встреча Зеленского и Эрдогана непосредственно во Львове перед переговорами. СМИ говорят о том, что Эрдоган привез определенный месседж Зеленскому и Гутеррешу, наверное, от Владимира Путина. Вам не кажется, что эта роль слишком мелкая для человека, который хочет своей политикой и пребыванием на посту президента Турции повторить чуть ли не успех Кемаля Татюрка, человека, который считается в Турции, одним из прародителей, мне кажется, родителям нынешней турецкой нации, турецкого народа. Тут, получается, человек работает как почтальон, передать сообщение от одного президента страны-агрессора к президенту демократического государства. Ну, мне кажется, что эта роль, конечно, не стоит мало. Если он выступает тут под штурером, это одно. Если он выступает здесь, он себя, по-моему, так воспринимает, что он имеет хорошие отношения к обеим сторонам и может как-то со всеми говорить. И еще вот примирает тут ООН, да, вот в лице генерального секретаря, а он тут переходит туда-сюда. Да, то есть он видит себя в роли какого-то посредника. И это уже не только почтальон. Мне кажется, как раз, что он хочет увеличивать все время свою роль и роль Турции в этом. Поэтому он и дружит с диктатором Путиным, но при этом он и поставляет Украине оружие. Да, он является от лица Турции членом НАТО, но при этом он покупает оружие тоже у Путина, опять-таки. И при этом он так ходит, ходит туда-сюда. И, по-моему, ему уже даже вот не столь важные союзники, сколько именно собственная роль, и роль, возможно, его уже в истории. И, по-моему, он тоже не лишен каких-то имперских, так сказать, амбиций. Насколько они связаны еще с предыдущим Османским империем, я не знаю. Но мне кажется, что он как раз такое витает. И это тоже очень обидно, потому что он тоже отводит Турцию тоже от иммунического пути, тоже не первый год. И там ситуация внутри страны тоже стала тяжелее и труднее для всех, кто там не только мечтает, а просто требует своих прав, кроштанских прав, прав человека. И просто тоже все, так сказать, пространства свободны для кроштанского общества. Там уже ограничено... Проблема в Турции с верховенством права. Согласен абсолютно с вами. Эти темы мы также обсуждаем в наших эфирах. Штефан, огромное вам спасибо за ваш анализ. Будем рады вас видеть вновь в нашем эфире. Напомню, Штефан Мелли был с нами на связи. Руководитель немецкой общественной организации DRA. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова